Петр Сергеевич, и если продолжить эту линию, как себя проявила, соответственно, армия Беларуси, то есть какова ее позиция, ну, чиновники, СМИ, то есть какие-то коррективы президент Лукашенко вносил там в работу чиновничьего аппарата, работу СМИ, армии, ОКГБ и милицию вы сказали? Вы знаете, армия показалась так же лояльной, единственное, что смысл ее задействовать как специальные органы не было, потому что силовая составляющая протеста была преодолена еще на первом этапе, фактически отрублена от протеста, надо сказать спасибо МВД и КГБ и другим соответствующим органам. Что же касается других органов, ну, наверное, самым слабым звеном у нас оказалась информационная составляющая, и это действительно так, и многие эксперты говорили, что она у нас как хромая утка, которая находится еще в пользе советского времени. И второй момент, Министерство иностранных дел. Реакция МИДа на действия внутри страны, работа с иностранными дипломатами, с миссиями, она оказалась очень безобюрократизированной, отстающей от графика. Не было вот этой мобильности, не было оперативности. И давайте говорить откровенно, единственное министерство, откуда там кто-то ушел, посол, бывший посол Словакии, бывший посол Беларуси в Словакии, либо бывший посол Беларуси во Франции, Испании. Вот эти послы, они перешли на сторону протестующих, из-за чего они были уволены со своих постов. Все остальное оказалось полностью подконтрольно, полностью лояльно и, наоборот, мобилизовано. Вот эта жесткая составляющая попытки травли, буллинга, а это одна из основных черт белорусского протеста, они сыграли, наоборот, на роль того, что чиновники от самого низа до самого верха мобилизовались вокруг стержня государства, вокруг политической власти белорусской. Петр Сергеевич, на Ваш взгляд, правительство Беларуси считает, что необходимы какие-то социальные реформы? Если да, то какие шаги намечены? Ну, смотрите, до избирательной кампании у нас была специфическая пятилетка, даже и больше, скажу, семилетка, потому что с 2012 года советником по экономике Беларуси был так называемый, наверное, Чубайса Гайдар, Белорусского разлива, Кирилл Руды, который предложил комплекс либеральных реформ, прозванные так называемые финансовые диеты. Вы уже из названия понимаете, что, в принципе, предлагалось в этих реформах приватизация, понижение налогов, замораживание индексации пенсий, заработных плат бюджетникам, оптимизация государственных предприятий, либо их приватизация, вот, и оптимизация социальных услуг социально ориентированного государства. Частично, не полностью, далеко не полностью. Некоторые реформы были проведены, но они были признаны уже в конце 2019 года неудачными. И новое правительство, которое было назначено за несколько месяцев до выборов, во главе, опять же, с силовиком, господином Головченко. Роман Головченко – это человек из комитета по производству оружия. Именно его деятельность отмечена как наиболее эффективную в этом плане. То есть мы импортозаместили очень большое количество вооружений, создали собственную ракетную промышленную, что немыслимо для 9-миллионной страны. И вот в этом плане он был назначен с целью активизации, модернизации государственного сектора экономики, прежде всего, государственных инвестиций и отказа от вот этого приоритета иностранных инвестиций, частного сектора. Этого очень важно. Фактически произошел перелом, что мы признаем попытки разгосударствования, либерализации, которые нам в том числе, давайте говорить откровенно, пытались навязать через евразийскую интеграцию, Евразийский банк развития своими кредитами, пытался условиями на кредиты ставить вот именно либеральные реформы. То есть это не Запад нам предлагал делать, а, к сожалению, вот этот банк, который в большинстве с ним связан на Россию и Казахстан. Сейчас это все отменено, но, опять же, встает вопрос, что, несмотря на то, что Александр Григорьевич устоял, мы должны понимать, что в международном плане Беларусь стала менее устойчивой и имеет меньший маневр в переговорах с Москвой. И этим не примут воспользоваться, прежде всего, олигархи, всякие корпорации, которые базируются в России, но которые думают только об одном – как сорвать куш и как этот куш вывести куда-нибудь в какие-нибудь офшорные зоны. Мы это видели на примере банка «Газпрома», «Белгазпромбанка», руководитель которого внезапно захотел стать президентом Беларуси. Когда мы начали копать, оказалось, что через этот банк в офшоры выводились огромнейшие российские капиталы на Виргинские острова, на Кипр. И Лукашенко фактически обрезал это все. Обрезал вот эти попытки отмывания денег, ну, давайте говорить откровенно, частью российского эстеблишмента. Понятно, что такая дерзость президента Беларуси еще больше подогрела желание некоторых голов внутри России, прежде всего ориентированных на Запад, на Демократическую партию Соединенных Штатов Америки, на Европейский Союз, чтобы каким-то образом Александра Григорьевича пошатнуть, ухудшить его переговорные позиции. И здесь действительно сузилось его окно дипломатических возможностей, окно ресурсных возможностей на перспективу. И я пока не уверен, к чему мы можем прийти. Почему? Потому что только вырабатывается в белорусско-российских отношениях, где немалую долю играют, немалую роль играют вот эти олигархи, различные корпорации, лоббирующие все время повестку дня под себя, под свои узкокорпоративные интересы. Но могу сказать, если вот мы говорим про российско-белорусские отношения, то уже по последнему данным, по повестке дня мы видим, что получили. Кто получил? А. Это получил топливно-энергетический комплекс Российской Федерации. Через что? Через то, что Беларусь отказывается от перевалки нефти, прежде всего Азербайджана и Соединенных Штатов Америки, через прибалтийские порты, в пользу российского порта Усть-Луга. А это мы должны понимать, что ни Азербайджан, ни Соединенные Штаты Америки на это не согласятся. Второй, кто это выиграл, это выиграл Газпром. Почему? Потому что Беларусь отказалась платить за низкокалорийный газ определенную сумму, где-то около 300 миллионов долларов. И я подозреваю, уже исходя из пресс-конференции министра финансов и министра энергетики Российской Федерации, что все-таки Беларусь вынужден заплатить эти 300 миллионов. И третье, кто выиграл, это РЖД на сегодняшний день. Если у нас весь транзит белорусский уйдет с Литвы из Латвичи в порт Усть-Луга, это будет очень хорошая загрузка российских железных дорог, это загрузка портов. И при этом монополизация вот этими и РЖД, и портом Усть-Луга услуг транзита и перевалки белорусских грузов. А это диктат тарифа, диктат условий, тоже выиграл. Ну и последнее, кто выиграл, это, наверное, агропромышленный российский комплекс, российские так называемые аграрные олигархи. Почему? Потому что Лукашенко согласился, что он не будет покупать сырье у своих соседей для переработки, это молоко, овощи, фрукты, возможно, зерно, для их переработки и поставки на российский рынок. После этого не секрет, что, например, Саушкин продукт покупал в Польше молоко, перерабатывал в сыр, в масло, в йогурт, и в сметану, и гнал это молоко, вот это уже переработанное молоко в Российскую Федерацию. Тем самым мы уменьшим свою долю поставок продукции, так как у нас не хватает в сельском хозяйстве на сегодняшний день мощностей для переработки продукции только из собственного сырья. и сделаем очень хорошо для российских вот этих олигархов, которые покупают пальмовое масло неизвестно куда, перерабатывают его в какой-то молочный а-ля продукт и поставляют это на российский рынок. Вот мы видим, как минимум, здесь результаты. Что будет дальше? Ну, я не знаю почему, потому что не секрет, что для некоторых олигархов типа Дерипаски хочется и РМЗКТ приобрести, хочется и приобрести МАЗ, и БелАЗ, и ГОУС, и ЛИМАШ, и подшипниковый завод, и много-много другого. Не секрет, что РЖД, наверное, хочет акционировать белорусскую железную дорогу. Не секрет, что Роснефть и Газпром хотят купить, если говорить про нефть, то это нефтеперерабатывающие заводы, а если говорить про систему газораспределительную, то БелТопГаз Газпром хочет купить и установить окончательную монополию на пострадке газа. Поэтому вопросы большие, но мы должны понимать, что главная задача, когда приватизируется предприятие, инфраструктура, это инструмент уже внутреннего давления на президента Беларуси, на его позицию, чтобы он был не дерзким союзником, требующим согласования и выработки совместной повестки, а определенным слабым союзником, который будет выполнять чью-то повестку. Понятно, что это кому-то выгодно. Понятно, что кому-то не хочется видеть социально ориентированное государство, его надо оптимизировать, надо уменьшить. Надо увеличить пенсионный возраст, надо ликвидировать социальную составляющую государственных предприятий, надо срезать социальные дотации бюджетникам. Все это, в принципе, на сегодняшний день выгодно либеральному, прежде всего, кругу, либеральному истеблишменту в России, который спит и видит, как это нам опять не войти в большую восьмерку, как это опять нам не восстановить функционирование Совета России, НАТО. Ведь не секрет, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало прямо и заявил, что его попросили пойти на президентскую кампанию британские депутаты для того, чтобы он, уже будучи президентом Белоруссии, улучшил российско-британские отношения. По-моему, это очень искренний ответ. Не секрет, что за Сергеем Тихановским стоял олигарх господин Дерипаско, и связан с ним экс-заместитель министра финанса, эконом-развития, извиняюсь, Эльвира Набиулина, Сергей Беляков. Не секрет, что в его команде Тихановского работали либеральные политтехнологи, которые обкатали эти протесты на протестах в Мосгордуму, в выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тот же Виталий Шкляров, который до белорусского происхождения делорусский по ТНК...